В Беларуси на трассе М-5 была замечена колонна оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» Вооруженных сил Республики Беларусь. В составе колонны двигались три самоходные пусковые установки, три транспортно-заряжающие и одна команда «Штабная машина». Цель по четвертому в зоне! Колонну сопровождали два экипажа в АИРБ. Колонна ехала на трассу М-5 со стороны Пуховичи и продолжала движение в направлении Осиповичи. МОРБ не сообщала о проведении учений с 465-й ракетной бригадой. «Искандер» находится на вооружении этой самой 465-й ракетной бригады, которая дислоцируется в Осиповичах. Сообщалось, что в составе бригады есть два дивизиона, вооруженные «Искандерами». Также на вооружении бригады находятся ракетные комплексы «Точка-У». Если мы чтим свою историю, мы не победим. Русские военные жалуются на белорусские грузовики. В сети появились кадры с рембазы Российской Федерации недалеко от линии фронта. Там россияне обслуживают технику, нуждающуюся в ремонте. Среди БМД, БТРов в ангаре можно идентифицировать сразу несколько белорусских МАЗов 63-17 с колесной базой 6х6. Российские солдаты жалуются на ненадежность этих машин. В ходе эксплуатации у них наблюдаются массовые проблемы с гидравликой, а также топливной и тормозной системами. В 2023 году МАЗ заключил сразу несколько крупных контрактов на поставку техники для российской армии. На днях открыл новое производство в Ульяновске с целью локализации конкретных сегментов производства в Россию. Нашлись мигранты из Индии, которые хотели пересечь границу в Белоруссии и попасть в Европу. Но оказались в России и силой были отправлены на войну. Семь индейцев опубликовали видео, в котором заявили, что их заставляют воевать в Украине на стороне России. Они были отправлены на место, где идет война после двух недель обучения. Говорят, что приехали в Россию встречать Новый год. Им предложили посетить Беларусь, они не знали, что там нужна виза и были задержаны. После этого их передали в Россию. Тогда их и заставили подписать документы. Им объяснили, что альтернативой службы в армии в России могло стать тюремное заключение на 10 лет. То есть вы понимаете, да? Это просто какой-то идиотизм. Иностранных граждан просто отправили на войну без суда и следствия. Российские чиновники совсем сошли с ума. Путин вообще назвал достижения России в области производства мяса невероятным. И тут я как бы с ним соглашусь. Что-что, а вот с мясом он точно угадал. Особенно в последние несколько лет. А вице-премьер Татьяна Голикова призвала россиян рожать первого ребенка до 24 лет. Идеальная история, ну, если можно так сказать, это, конечно, от 18 до 24. Ну, чтобы вы понимали, скорее всего, в Российской Федерации они издадут закон, где заставят рожать россиянок. При этом, если не родишь, штраф дадут. Ну, а Песков тем временем заявил, что российская демократия – самая лучшая демократия в мире. Мы не будем больше терпеть критику нашей демократии. И утверждение о том, что она не такая, как она должна быть. Наша демократия – самая лучшая. Также он заявил, что он не хочет войны и не хочет ничего взрывать. Мы не хотим войны. Мы не хотим ничего взрывать. Да, не хотим убивать, не хотим воевать, но при этом все это делаем. И при этом еще называем это все демократией. А я сейчас подчеркну главное. Песков заявил, что они никому не диктуют и никогда не диктовали, как кому жить. Интересно, но именно об этом они постоянно и говорят. Им не нравится, как живет Украина. Им не нравится, как живет НАТО. Им не нравится, как живет Казахстан, Беларусь. Они постоянно говорят о том, что они идут каким-то неправильным курсом. При этом Песков нагло и лицемерно заявляет, что они никогда никого ни к чему не принуждали. Ложь. Мы никогда не диктуем никому, как жить. Но мы не хотим, чтобы вы нам диктовали. Ну а Элла Панфилова, председатель Центра избиркома, заявила, что избирательная система России – это абсолютно уникальный, независимый общественно-государственный институт. А у нас на самом деле избирательная система России – это абсолютно уникальный, независимый общественно-государственный институт. Сообщество избирательных комиссий не входит ни в исполнительную власть, ни в законодательную. Независимый институт. Да, безусловно, это целая ветв власти, которая не подотчетна никому. Действительно, а как ты возьмешь подотчет пеньки, лавочки и деревья? Ведь именно там предлагают голосовать россиянам. Такую систему действительно нельзя контролировать. Она отдельная ветв власти. Ну, знаете, как что-то мифическое, несуществующее. Оно вроде бы как есть, но его нет. Россия нанесла ракетный удар рядом с кортеджем президента Украины Владимира Зеленского в Одессе. Об этом сообщает греческая газета. Это произошло во время визита в город премьер-министра Греции. По данным местных пабликов, в результате ударов погибло пять человек. Владимир Зеленский жив, хотя российские пропагандисты в один голос кричали, что его накрыло ракетой. Белорусские военные продолжают накалять обстановку. Они отработали в этот раз переправу техники через Неман. Военные провели очередные занятия недалеко от границы со странами НАТО. На этот раз инженерные войска наладили паромные переправы и переправили военную технику на другой берег Немана. Кроме того, военные отработали разведку, организовали связь и совершили марш. Лукашенко своими действиями накаляет и так, без того накаленную обстановку. Мало того, что во всем мире вспыхивают разного рода конфликты, Лукашенко пытается на учение НАТО ответить подобными действиями или напрягает Литву. Ведь Литва и Латвия – самые близкие соседи. И именно там Лукашенко концентрирует все свои силы. К чему диктатор готовится, вообще непонятно. И все эти учения, якобы псевдоучения, просто так не проходят. Ведь последние учения, которые прошли на территории Беларуси с российскими вояками, закончились новой полномасштабной войной в Европе. Белорусская молодежь не хочет поступать в военную академию. Даже суворовцы. Благодаря Белпол мы смогли ознакомиться с любопытным документом – протоколом заседания Координационного совета по вопросам деятельности кадетских училищ, специализированных лицеев и Минского суворовского училища. В совещании принимал участие первый заместитель госсекретаря Совбеза Павел Муравейко. На заседании обсуждали, в том числе, работу профориентации в кадетских училищах. Оказалось, она провалена полностью. Выпускники таких училищ не горят желанием вступать в военную академию и становиться офицерами белорусской армии. Начальнику столичного суворовского училища поставили на вид. Из прошлогоднего выпуска в академию поступили 8 человек из более чем 60. Вся пропаганда о лукашенковской системе просто разбивается об эти документы. Они заявляют о том, что вся страна хочет стать военными и защищать систему Лукашенко. Но по факту из 60 только 6. Это говорит о том, что все все прекрасно понимают и не один здравый родитель не хочет отправлять своего ребенка служить диктаторскому режиму. Ведь конец каждому очевиден. А с учетом того, что происходит в нашей стране сейчас и как Лукашенко накаляет обстановку на наших границах, я не исключаю, что может начаться война. И агрессор будет диктатор. Сам он примет это решение или нет, это вопрос уже другой. Находящийся в Испании блогер Анатолий Шари рассказал о нападении на него. В Канаде молния ударила в самолет. Вот на борту в этот момент находилось 500 человек. Боинг 777-300 спокойно пережил удар, но выглядит все равно это ужасно. Настало время невыдуманных историй. Российский летчик голосом смог отвезти ракету от самолета-сослуживца в зоне СВО. Прям взглядом, голосом и мыслью. Речка в Центральном парке Сморгонь превратилась в свалку в торсырья. И никого это не смущает. И это та самая знаменитая экология лукашенковской системы. Какая это экология? Да и в принципе, о какой системе может идти речь, если в Бресте люди заметили черри-помидоры по 130 белорусских рублей за килограмм. Это получается 13 рублей за 100 грамм. Как такое в принципе возможно? А местные жители города Борисова показывают, по какой дороге приходится ехать в объезд из-за разобранного моста в деревне Забашевка. А в Логойске вообще творится дикий ужас. С прошлого года идет реконструкция моста через дамбу на реке Гайна. Но проблемы уже начались. В общем, одним словом, пока они сделают этот мост, точнее отреконструируют этот мост, он снова разрушится. Снова разрушится.